Вокруг шум, пусть, так, не кипишуй, всё ништяк, и у нас ништяк всё в студии, потому что... У нас появился первый гость, дорогие друзья, это гитарист группы Мираж, Алексей Горбашов, группа Мираж вообще, хедлайнеры площадки DiscoLand. Добрый вечер. Я-то вот помню вот этого гитариста, который вот ходил, размахивал гривой, играя на гитаре, вы вообще ведь на самом деле, Алексей, входили в число лучших гитаристов Советского Союза, да? Ну, был дел, да. Да, но и работали ведь с другими группами. Ну, любые, я записал часть песен для первого альбома. Ого, какие? Дуся Агрегат. Ооо! Значит, Ночь яблоком стучит в окно, я не понял, как это называется. Знаем. Медовый вечер. Ай-яй-яй-яй. С Димой Маликовым я в своё время записывался, целый альбом, группа Маленький принц. Ух ты. Маленький принц, я помню. Ещё бы Стальковым я работал с Игорем Царством Небесным, ну, со многими музыками. Почему вернулись в Мираж? Почему в Мираже? А я никуда не уходил. А, вы там были сессионником, так скажем. Где? Там, да. Так я и в Мираже сначала был сессионником. Я в первое время, когда мы писали этот альбом, там, второй, где вот все, собственно, хиты, там, музыка нас связала и прочее, я в первое время отказывался мне, Андрей, ну, давай, давай, ты уже в проекте, ну, мы уже всё вроде здесь, давай на сцену с нами. Но я съездил на один концерт, посмотрел, там, Булькина и Разина на сцене, и я посмотрел, и он сказал, ну, слушай, нет. Ну, да, и с девчатами-то. Нет, ну, как-то я здесь, нет. Я, да, играл там в рок-группах, в Альфе, значит, работал там в Мониторе, и всё, это было, значит, там, такое, вот. И я настоящий рокер, а как я среди, значит, этой попсы там скакать? Не камельфо. А потом, потом получилось так, что Гулькину с Разиной как-то их уволили, или они сами уволились, и была приглашена Витлицкая. А Витлицкая, мы с ней были уже, там, знакомы немного, я понимал, что это, да, это уже профессиональное, да, всё, это, значит, пластика там и так далее. Мы с ней записали с ней попури, сняли клип, он, кстати, есть, в Ютьюбе его можно найти вообще везде в сети. И всё с этого началось. Круто. Так, по поводу клипов. По поводу клипов, давайте вообще перейдём, а как вообще пережили пандемию-то? Мы слышали, есть у нас такая информация, господин. Что там был какой-то клип у вас? Да. Весело, весело. Хит группы «Мираж. Музыка нас связала», вы каким-то образом переделали, что это за хулиганство было? Это музыка-антивирус. 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 Да, это были сидят дома, на своей домашней студии. С Екатериной. С Екатериной, да. И главный герой был кот? Коты, два их там. Как зовут? Казимир и Зиги. Всё? Да. Запомнили? Смотрите, есть в Ютьюбе. В Ютьюбе, да? Всё. Есть. Все ссылки, явки, пароли. Вообще, я слышал о том, что в феврале 2020 года группа «Мираж» выступила с благотворительными концертами для врачей и пациентов в госпитале имени Вишневского. Ну, это не единственный благотворительный концерт. Знаю, что вы побывали в Сирии. Да, да. Ого. Да. Как вообще? В пандемию. В пандемию, то есть вообще вот... В прошлом году, да, летали. Ну, а как? Что? Родина сказала, надо лететь. Всё. Полетели. Полетели, конечно, да. Страшно было, нет? Ну, вот правда. Было необычно, скажем так. То есть, конечно, о страхе, ну, не знаю, может быть, где-то под спудом он где-то был, но если бы было страшно, не полетели бы, наверное, вот настолько. Но вообще, конечно, когда уже прилетели, осознание, конечно, того, что действительно было стрёмно, скажем так, потому что действительно риски есть. Это же всё так, в общем-то, там действительно летают и дроны там, значит, которые сбрасывают периодически какие-то взрывчатые, значит, эти предметы. И риски есть. Ничего с этим не сделаешь, ну... Ну, вы прям настоящие боевые артисты, герои. Ну, вообще, вот скажите... Да нет, герои это те, кто действительно там... Не надо принижать свои достоинства. 35 лет на сцене, это тоже геройство, извините меня. Вы ветераны, ветераны сцены уже, на самом деле. Так что да. Ну, вообще, плодотворно ли прошла эта пандемия? Что-то новое? Нет, она могла бы быть плодотворнее, но я могу сказать, что на самом деле мы точно так же, как... Наверное, любые творческие люди, это выбило, конечно, из коллеги. Выбило, конечно. Потому что когда человека лишают самого главного, а для творческого человека, для артиста, вам, наверное, прекрасно это понятно, когда привычное занятие для человека какое-то? Блистать на сцене. Зритель, куку. Я даже не в плане того, что там получать какие-то, там, не знаю, там, аплодисменты, цветы, там, автографы, там, вот эти вот сессии, там, и так далее. Нет, дело не в этом. То есть это какой-то определенный энергетический... Обмен энергии, да? Да, да, да. Вот это самое главное, это самое главное. I connect. Вот, да. Когда этого лишают и зрителей, и нас, это противоестественное состояние. И многие наши коллеги, я просто это прекрасно знаю, во-первых, кто-то просто, значит, поддался. Понятно. Потому что надо чем-то заполнять. Пустоту. Пустоту, да, совершенно верно. И, ну, слава богу, мы, ну, уже как-то у нас это прошло все, увлечения все эти, мы спокойно к этому относимся. Не, можем себе позволить, но это не как бы... Но, если бы мы понимали, потому что никто же не озвучивал правила игры, если бы было понятно, что вот настолько... Настолько это растянется, да. Можно было бы записать альбом, можно было бы, я не знаю, что-то еще такое, а не работать какими-то этими вот кусками. Ну, клипчик сняли, еще что-то такое, куда-то съездили, слетали там и так далее. Просто можно было бы как-то планомерно, на год, свою работу спланировать. Но так не получилось, к сожалению. Так, мне тут, знаете, что подсказывает, что один проект, Биллис Бэнд, хочет с нами АйКонтакт. Ой, мы благодарим Алексея Горбашова, гитариста группы Мираж, за это. А я благодарю вас за эту встречу, за то, что вы так прекрасно освещаете фестиваль. Спасибо. Это такое необычное. Кстати, Алексей уже спешит на площадку в ЦК Урал, где скоро и выступит вместе с группой Мираж. Спасибо, Алексей. Это любимый здесь, Натя. Замечательный человек.